Спасибо. Я знаю, что я уже не первый лектор здесь, и у меня выступали мои коллеги, выступал на Нечае, выступал Афред Кох, и я очень боюсь повторяться, и, может, действительно, я не знаю, о чём они говорили, но догадываюсь. Обычные темы, которые обсуждаются в таких встречах, на самом деле их две, что на самом деле было в 1991 году, много рассуждений о том, был голод, не было голода, холод, голод, развал страны, и вторая тема, это обсуждение, может быть, что-то делать по-другому, разваливало тариство Гайдарной страны, или оно его спасало. Ну, я немножко впервые в этот год, конечно, скажу, но мне лично роль спасителей Отечества совершенно не близка, я считаю, что никого там особо не спасали, вообще я считаю, что основа либеральной идеи, что если людям не мешать жить, они, в общем-то, спасают достаточно хорошо. Если правительство войны не устраивает, когда звездка не будет, люди, в общем-то, спасаются. Даже вот наше изучение, если говорить честно, наша работа с Кохом, а мы сейчас с Кохом готовим книжку в 1992 году, где мы беседуем с участниками событий достаточно плотно, и, в общем, учитывая, что мы там сами были внутри, мы вытягиваем из них то, что они обычно никогда не говорили. Вот, но это просто, чтобы эту дискуссию, так сказать, не продолжать, наши беседы показывают, что вот угрозы холода не было вообще, топлива было много, мазута было много, электростанции работали, вот, на развал страны это была вообще не наша, так сказать, задача, правда, я еще немножко расскажу, не наша проблематика, мы не участвовали вообще в политических дискуссиях особенно. Что касается голода, это вопрос во многом определений, уже на такой накал пошел счастья. На самом деле, первое я то, чтобы массового голода не будет, написал я, много лет назад, но то, что действительно было безусловно, была угроза реального прекращения снабжения в крупных городах, это было безусловно так, тотальные дефициты, это много молодых людей, это вот действительно было, купить продукты было невозможно, пустые полки и магазины, и в некоторых крупных городах удовольствие оставалось на считанные числые дни, и это действительно было. Но мне кажется, что даже не в этом главное дело. Собственно, реформы всегда начинаются только тогда, когда становится совсем плохо. До этого, как бы, обычно, не даем в правом смысле России и Советский Союз не исключение. Их очень редко начинают тогда, когда все хорошо. Почти никогда, на самом деле. И, в общем, реформы начались вот у нас в 91-м году такие резкие, которые как-то никогда не были. Даже не потому, что действительно вот как бы все вот так вот было плохо вокруг, а главное в том, что динамика была очень плохая. Производная была сильно отрицательная. Вот вся советская модель к этому времени, это было очень хорошо осознанно не только профессионалами, но и, в общем, всем обществом полностью себя дискредитировало. Вообще, вот сейчас идет дискуссия о Советском Союзе большая. Я вот читал, с интересом, кстати, Дмитрия Выкова в «Новой газете», не знаю, кто читал или нет. Ответ в Новодворске ему. Значит, вот мне кажется, что тоже вот такие вот очень важные, мне кажется, обсуждая наше правительство, действительно говорить об СССР, потому что это такое было. Вот у меня несколько мыслей для меня близки. Во-первых, то, что это была очень разная страна по времени. Сталинский Советский Союз и Советский Союз Брежнев – это две разные цивилизации, это две совершенно разные страны, с разной экономикой, с разными правилами, совершенно с разной жизнью. И экономика, вот я вообще стал известным в «Мусле круга», написав в 87-м году с Широниным статью про экономику торта. Мы написали тогда, в принципе, эту мысль уже в Венгрии рассказывали в какой-то форме, мы написали тогда, что советская экономика в 70-е годы ничего не имеет общего с тем, что приняли называть центре «плэн экономик», центрально планированной экономикой, с командной экономикой. На самом деле никакого плана уже толком не было. Экономика была такой большой и сложной, что Госплан, в общем говоря, уже не мог с ней разобраться. Если кто читал книжные воспоминания Сталина, Сталинский наркомов, Сталинский нарком металлургий Девасян знал ежедневный выход каждой домной, которая была в стране. И, в общем, понимая, что просто доменов было не очень много, вообще экономика была простая. И вот эта вот модель, которую Сталин строил, Госплан, который принимает повседшие решения, дает задания заводам, они там что-то делают, эта модель, вообще говоря, может работать в простой экономической системе, когда экономика является обозримой. Вы можете понять, что вам нужно, и вот эта вот обозримость, она, в общем, свойственная индустриализация. Собственно, индустриализация – это тот этап экономического развития, когда, в общем, можно набором простых индикаторов пометить успешность вашей работы. Сколько стали вы управляете, сколько танков вы делаете, сколько нефти добываете. Вот эта модель более-менее работала в 30-е, 40-е и 50-е годы. С концом индустриализации она просто перестала работать. Экономика стала очень сложной. Главное отличие в простой индустриальной экономике, что вот где-то там так всего много, раздаваясь такое большое, экономика предстоит быть упозримой. Тогда естественно, что центр реально уже ничего не знает, а спрашивает у самих заводов, что, собственно, они могут делать. Что они могут, что они имеют, какие ресурсы. Начинается торт. Центр торгуется госпланов за ресурсы, соответственно, или за обещание выполнения планов, за что-то еще, за деньги, и вот возникло понятие обнятие бюджетных ограничений. Все можно, правил нет, жестких ограничений нет. Как ты можешь убедить? Я был знаком рядом с крупных директорами нашей промышленности еще и в 80-е годы. Вот они приезжали в Москву, например, вышли в госплан, и им не давали ночевать костейницы России, не давали талон на ночь, пока они не согласятся с тем, что им госплан навязывал. Самые стойкие ночевали на вокзале, там через 3-4 дня, что-то договаривали, соответственно. Это был такой постоянный торг за ресурсы, экономика торта. Придуманный когда нами лозунг, это была первая статья наша, которая была переведена в шести или семи странах, на самом деле. Мы стали известны. Вот такая была экономическая система. И вот то, что так ли иначе вот эта система все замыкалась через центр, все выходило на госплавку, и дальше, если торг, он все ушел через Москву. Эта система была явно неэффективной. И вот те типы экономического роста, которые удавалось поддерживать во время индустриализации, которые тоже, я сейчас скажу правильно, тоже они во многом эфические. Вот тоже такой большой миф, что сталинская экономика очень быстро росла. Это не так. Вообще, в целом, за 20... Вот есть несколько людей, цифрам которым мы верили, и которым, как мне кажется, можно верить и сегодня. Вот Богачев, Ханин, Пономаренко сейчас вот с последних фамилий. Это люди, которые реально пересчитывали цифры. Потому что вся финансовая статистика советская была очень ненадежной, очень... Это мнение было, учитывались в рост цен и так далее. Так вот, по расчетам Ханин, например, с 29 по 87 год, средний темп роста экономики в СССР был 3,3%. Правда, была война, поэтому, безусловно, это вот... Это вот такая серьезная вещь, но темпы были не гигантские. Они были больше, чем на Западе. В целом, за вот те же самые годы, средская экономика выросла в 7 раз. И это немало. Американцы выросли в 6. У американцев не было душительной войны, но была существенно большая база. А французы выросли в 4 раза с чем-то. И англичане, примерно, тоже. То есть, советская экономика росла, безусловно, быстрее. Но никакого гигантского прорыва, никакого гигантского, никакого экономического чуда там, конечно, не было. Более того, самое интересное, что вот самые успешные советские годы, самые успешные годы нашего экономического развития, это годы с 50-х по 60-х. С 50-х по 60-х годы средний годовый темп рост экономики с 7,2%. Это то, что показывает, примерно, чуть больше Китай в последние годы. Вот я, может кто видел, помню, передачу Хурдиняна, где он родил Хрущева. Вот мы защищали, мы башнил туда с Чебайсовым и с Нечаевым. Только потому, что надо было защитить Гайдара, его память. Была о нем персональная передача. Мы не могли, ни за что не пошел. Вот, но вот там была еще атака на Хрущева. Там Хурдинян привязала Хрущева к Гайдару, как вот два главных развалителя чего-то там, я уже не знаю. Вот, и вот так или иначе, вот в Хрущевские годы, в конце 50-х и первая Хрущевская пятилетка, последняя Хрущевская пятилетка, в 61-65-е, самый лучший год в экономической истории СССР. Вот, начиная с 65-го года, темп роста в последние пятилетки Хрущева – 4,4% в год. А в 8-м пятилеткой? Следующая после Хрущева была 4,1%. А дальше пошло в ноль, соответственно, уже. В 90-м году мы впервые… В 90-м году у нас впервые БРУП упал. Первый раз отрицательный. В 91-м уже дальше скатился. И вот эта вот динамика для экономистов была очень понятная. Вот когда мы сейчас обсуждаем, я думаю, что один из фактов непонимания нашего поколения и более молодых людей, для нас это настолько очевидно, что все катилось в старт-терроры, с какой-то скоростью, не докатилось. Действительно, не было массового голода, не было холода. Но в эту сторону пояс уже шел. И вот, так сказать, наиболее умные экономисты, наиболее вот наши учителя, так сказать, это понимали, да не только учителя, и Андропов это понимал, судя по тому, что вот, как о нем сейчас вспоминают. Уже вот к началу 80-х годов было понятно, что надо будет что-то серьезное делать. Никто ничего не делал. Вот мы получили первое задание писать программу реформ для политбюро. Скайдарно, соответственно. В 84-м году. В 84-м году, значит, наш Шатарин позвал и говорит, что вы там заканчиваете наукой заниматься. Вся она никому особенно не нужна, ваша наука. А вы, значит, вот вам год времени, чтобы вы написали программу экономических реформ. Такую всеобъемлющую. И там забрали, у нас было несколько человек в лаборатории, мы начали бы заниматься. И надо сказать, что вот сейчас вот такая радикальная реформа. Вот мы сами были, вот это тоже очень важно понимать, мы были абсолютно советские экономисты. И мы там, в общем, о капитализме особенно не думали. Когда вот нам дали такое задание, мы стали так, естественно, думать, что надо писать с кого-то. Вот давайте посмотрим, кто более успешный. И с кого-то будем писать. И после некоторых размышлений мы взяли две страны, на которых решили сконцентрироваться. Это была Венгрия и Югославия. Венгрия, конечно, такой более нормативный механизм горизонтального согласования хозяйственной деятельности нам нравился. Нормативы, меньшая централизация. А Югославия, соответственно, такой вот тип социализма, самоуправление на предприятии. И вот мы эти две страны взяли как модели. Тогда я спросил Игорева, так сказать, о чем мы, собственно, пишем с Венгрии и Югославии, может, Швецию возьмем. На что мне Гайдар сказал в 1984 году, давайте будем реалистами. У нас мыслей не было, что можно делать с швецких социализм. Такая мысль нам не приходила тогда. Но более того, я вот не так давно читаю свое собственное предложение, а мы уже начиная с 2004 года писали только писали томами. Вот. Соответственно, предложения в разные органы, полигбюро там, в свой МИН и так далее. И, в общем, мы готовились именно к этой позиции, к тому, чтобы экономику заниматься и советовать начальникам, какую есть проблему. Мы никогда не думали, что мы сами будем заниматься в жизни. Такая мысль нам в голову до 1990 года не приходила. Но писали мы предложения все время. И еще в 1989 году, я вот недавно видел нашу записку, которую мы написали в 1989 году, например, мы предлагали, в общем, идти по китайскому сценарию, вообще говоря. Мы предлагали, в частности, там, мы предлагали выделить несколько секторов, которые надо начинать, и формы, прежде всего, сельское хозяйство, тоже основа с того, Патрибенгрии в том числе. Мы предлагали делать то, что потом, на случай, он пытался сделать Занисимов. Мы пытались сделать двухсекторную экономическую модель. То есть, каждое предприятие имеет план, имеет сельправную продукцию. Плановая продукция, кстати, распределяется в ЦИН Госплан, а сельплановая поступает на свободное время. И постепенно, доли сельплановые начинают увеличиваться. То есть, еще вот, с года до 1990-го мы вполне хотели делать такие вот медленные и ясные реформы. Но экономика развалилась, и развалилась быстро. Вот, остановилась все более не реалистичной. Я, кстати, буду иногда написать историю, чтобы веселить аудиторию. Мы вот в 88-м году, или в 87-м, потому что вот с Широнином были в экспедиции на Алтае. И вот мы когда-то хотели понять, как это механизм, как мы уже читатели написали уже, то есть, что-то знали, теоретически, хотели понять, как эта экономика торга реально работает. Как реально в сельском районе, мы поехали в сельском районе на Алтае, в Топчиху. Вот. И мы доходили, как там ресурсы делятся, так тара, как планы определяются, так как удобрения делятся, соответственно. Мы там месяц провели, вот там уже уехали, значит, наши коллеги были приглашены к первому составу Крайковому партию к Аксенову. И, значит, ну, он там сказал несколько интересных вещей. Он спросил, во-первых, как вам понравился район, край. Татьяна Засладская, которая была нашей начальницей в это время, академик, она сказала, что все здорово, только вот, Абжел Грибачев был, вот здесь у меня будет, она говорит, что все здорово, только демократии мало. Он говорит, демократии, вот завтра я их вызову, у меня будут приезжать через месяц, будет у нас полная демократия, не волнуйтесь. Все это мы обеспечим. Вот. Но главное, что было, что было интересно для нас, более так сказать, уже специально, Засладская попросила, чтобы ее пустили на бюро обкома, где делили ресурсы, между районами. И вот она потом нам рассказывала, и вот мы делали выводы, как бы. Значит, она сказала, что вот у крайкома спрашивает, у каждого входящего в комнату у первой райкома партии, на простом, значит, «Ты сколько центнеров взял?» Спрашивает, какая будет плановая урожайность в том или ином районе, а вот чего. И каждый дает свою цифру. Начинается торг. Ты столько взял, возьмешь больше, мы тебе дадим больше секторов, там больше того, больше всего. И, значит, вот было понятно, что каждый из первых секторей он должен дать цифру не самую большую, если он ровнет самую большую, его первую с ним сработать, с ним выполнение, не самую маленькую. Самую маленькую будет мало ресурсов. Вот надо как-то такую игру сыграть, чтобы ресурсы получить, и выстоять. И обсуждали они цифры урожайности в интернет-магазинском в 2018-м и 2015-м и 2015-м и 2015-м. Хороший урожай, уひленов, в СССР. И вот мы, мы сейчас послушали, мы с Широйным все записали, как это делили, где мы точно было интересно послушать, а потом мы, через некоторое время, снова были в этом районе, уже встречали сами с первым секторем, и он нам это подтвердил, только что самое интересное, что никогда в жизни урожайцев не было больше тринадцати центров секта. То есть они с самого начала говорили, что это была некая виртуальная реальность. Они обсуждали некоторые виртуальные цифры, которых на самом деле не было. И вот эта вот неэффективность, эта эракциональность привела к очень быстрому, безусловно, сказыванию низу. Но главное, что произошло в Советском Союзе, это радикальное падение нефтяных цен в весной восьми штолгу. Вот сейчас очень такая, у нас это вообще конспирологическая страна. Нас очень много любят придумывать, что-то американцы заговор устроили и обрушили нефтяные цены. Это мне говорили, конечно, очень даже грамотные люди. И я даже сам начал в это как-то верить. И потом в своей жизни у меня было две беседы на эту тему. Я беседовал, во-первых, с бывшим министром обороны Рамсфердом. А потом, буквально месяц назад, я брал интервью в Америке для нашей книжки с Кохом. Это будет наше последнее интервью в книжке. У нас был первая Горбачева, вторая Гайдара, последняя будет Джима Бейкера, госсекретаря. Сейчас по нему еще буду рассказывать сегодня. И вот я тоже спросил, правда ли, что в 86-м году американцы обрушили цены на нифть, чтобы погубить Советский Союз. На момент дали один тот же ответ, что он слишком особого мнения об интеллекте американской политики. На самом деле там была совершенно другая история. Я уже потом стал этим заниматься и поднял немножко информацию, статьи. На самом деле там просто это было неожиданно для американцев. Вообще как выяснилось, что я тоже, конечно, до конца не понимал, американцы не могут играть на понижение цены на нефть, потому что американцы нефтенными компаниями потеряют большие деньги. И это такая очень мощная лоббирующая сила у американцев, что хотя американскому потребителю лучшие ниши, цены вниз, но американскому цены компании этому препятствуют. Поэтому вот так сказать сильное понижение цены американцы не могли. Для них было неожиданное решение Саудов весной 86-го года. В основе этого решения было две вещи на самом деле. Быстрый рост добычи вне ОПЕК, который контролируется Саудами, а во-вторых, обман внутри ОПЕКа. Сауды все принимали на себя обязательства по квотам, но все обманывали, все нарушали. И Сауды, у которых было больше нефти, решили в какой-то момент, что это надо прекратить, и просто бросили все ограничения и выбросили на рынок гигантские объемы нефти, и нефть обрушилась в цене. Ну вот после этого в Советском Союзе все уже совсем окончательно покатилось. И вот первая тема, которую мы все время обсуждали с Кухом в наших интервью, которая нам с вами была интересна, это вот коридор возможностей реформатора. Вот если вы сейчас там прочитаете, что про нас пишут, как мы стал разваливаться или направлено по указке ЦРУ, там еще вот я узнал новое слово для себя, у Тарина, то есть секта Бнаев-Блид. Я вот не знал такого слова, он посещал, что я в какой-то секте состоял, какой-то Бнаев-Блид он называется. Ну там еще и масоны, конечно, я тоже, я на масонную жизнь бы не видел пока, вот хочу все увидеть какого-нибудь реального масона. И показал, вот, но тем более секта Бнаев-Блид. Вот, я вот пока не наблюдал, но неважно. Вот, так вот, на самом деле, вот это вот, как мы так направлено назвали, или все, но на самом деле вот трагедия, мне кажется, всех реформаторов, кстати, в том, что вот они идут делать реформы, а приходя к правительству, оказывается, что не до реформ. Вот такая ситуация катастрофическая, что надо что-то делать, вот просто вот что-то делать. И вместо того, чтобы реформы проводить, законы писать, вот надо, значит, вот как-то вот, надо просто действительно, ну, спасать, спасать, я не хочу слово спасать, не дай бог, чего там особо не спасали, надо что-то делать, исполнять служебные обязанности, которые у каждого свои. Значит, вот, Ванисимов, который занимался самооценобжением, Ванисим наполнять, значит, там, ничего, я бы там, цены освобождал, соответственно, чтобы действительно не возникла удовольствия, кризис, хотя бы даже, скажем так, гаранда и так далее. Это вот, и, ну, вот у меня была такая более простая история, у меня был первый сам Глазев, сейчас очень интересно, правительство Гайдара, а не враги народу, а Глазев вдруг народу, хотя вот мы все, что писали, писали вместе с Глазевом, вообще-то, вот, но так вот получилось. Но, ладно, бог с ним, но главное, что, значит, мы, главное, что мы столкнулись с тем, что, вот, на самом деле, недореформ, хотя у нас были, это, кстати, я думаю, возможно, один из факторов выбора Гайдара Ельцина, о чем я позже расскажу, то, что у нас был, в общем, действительно наработан полный пакет документов по реформам, пришлось заниматься не реформой. Я ему сейчас просто расскажу, вот уже, исходя из своего, таких опыта, и в этом смысле, вот, кстати, вот, когда сейчас обвиняют Гайдара в том, что то сделал, то сделал, значит, я уверен, что любое ответственное правительство в 91-м году вообще, говоря, сделал бы то же самое. И вот это вот, тогда вот вопрос о оценке исторической фигуры. Вот, с одной стороны, все бы сделали то же самое, но сделал Гайдар. Именно поэтому в истории о Саин-Ционе никто бы то ни был еще. Когда сейчас говорят, что и Горбачевские, там, министры, там, Дурасов, Щербаков тоже хотели освобождить ЕЦН, и кто-то там хотел внешнюю торговую реабилизовать, все хотели, никто не сделал. Так Гринчер сделал Гайдар и его правительство. Поэтому я думаю, что это вот. Ну, если говорить вот о том, с чем мы столкнулись, на самом деле, вот я столкнулся, оказалось, что я вообще пришел делать два дела. Я отвечал непосредственно за два направления. Либерализация внешней торговли, просто полное изменение механизма внешней торговли из-за комментированности рубля. Вот, собственно, две вещи, которые я описал, указы и законы САМ, за что я отвечал. Но оказалось, что есть третья тема, которой надо заниматься значительно более интенсивно, и эта тема называется внешний долг. Оказалось, что мы этого ничего не знали, это были совсем секретные цифры. И когда, значит, оказалось, что это вот я должен заниматься, потому что это, значит, по моим министерствам, я колебал внешнего банка, чтобы потом тому испределили обязанности, кто и был в тот момент. Вот, и я вот прихожу на работу, первый день, меня назначили 11 ноября, значит, вот, 91-го года, и получаю, я потом получал два раза в день, утром и вечером, срочное донесение из внешнего банка СССР. И сообщается мне, я первый раз вижу, первый раз в жизни вижу график погашения долгов советских, и там, в тот момент уже было, я расскажу о механизме, что сколько нам надо платить, и вижу, сколько там чего у нас осталось. Вот, можно как угодно, я эти документы у меня все есть, эти бумажки я оставил на память, у меня все есть. Вот, в тот день, когда меня назначили, золотовалютные резервы страны составили 60 миллионов долларов США. Миллионов? 60 миллионов долларов США. Это было меньше половины дневного импорта. Эта цифра была достаточно стабильной, Аничаев говорит, что она падала даже меньше, 20 с чем, этого я не помню. Я помню, у меня есть бумага, официальная бумага, когда мне утверждали инструкции на поездки на поездки клуб, это 19-20 декабря 1991 года, в этот день у нас было 60, я уезжал в среду, во вторник у нас было 65 миллионов долларов во внешне шканом банке и 120 ВТБ. И те, и другие клиентские деньги миллионов долларов, соответственно. Сплатить нам надо было, на секундочку, если без всяких отсрочек 20 миллиардов долларов в 1992 году, к моменту, когда мы пришли, в целом была лицерилована отсрочка уже на большую часть суммы. Когда уже я пришел, я подписал уже то, что было согласовано для меня и Блинским, и его командой в Межгородсовете. Там уже была дана отсрочка по платежам, по основному долгу по средним и долгосрочным кредитам, которые были в закрытых до 1991 года. И у меня осталось 8,7 миллиардов. Значит, нам надо было платить 8,7 миллиардов в течение 1992 года. При этом, весь импорт, частного импорта нету, все продовольствия, все медикаменты, все покупает государство. И покупает оно его, значит, под гарантией других государств, в частности, товарно-кредитные корпорации США. Вот. И я, значит, прикажу, значит, в свой кабинет. Через два дня, значит, звонит американский посол и сообщает, что если платить не будете, то у вас инсулина в общем не окажется. И до продовольствия не будет никакого. Все встает. И вот вместо того, чтобы заниматься реформами, на самом деле, мы, значит, как сумасшедшие просто бегали. Вот, ну, в американском посольстве мы действительно были в нашей посоле, но главное были параметры с американцами. И мы в американское и немецкое посольство вызвали их себе, ездили к ним по ночам, уговаривали только в одном, не останавливайте импорт. Мы как-нибудь справимся. До Нового года, с Нового года мы увидим новый механизм, у нас, дай бог, появится валюта, будем как-то платить. Вот это была такая фундаментальная, я вообще скажу, очень в цепи, тоже уже, где-то дискуссия в интернете, я даю официальные цепи, те, которые мы давали, которые мы давали Парижскому Лондонскому клубу в январе 92-го года. На 1 января 92-го года внешний долг бывшего СССР был равен 81 миллиард долларов. Восемьде 82 миллиарда долларов. Вот такая цифра. Когда Гребачев пришел к власти, он был около 30. То есть, значит, вот за замечательное правление Гребачева-Рыжкова с 30 до 80 с чем-то миллиардов. Еще 16 миллиардов был внутренний валютный долг. Это деньги, которые уже были взяты внешнешкалным банком существов предприятий и граждан. Из них, примерно, 10 миллиардов это было 10,5 миллиардов это будут предприятия, и 36 миллиардов граждан. То есть, общий валютный долг страны, значит, 81 плюс 16, 97 миллиардов долларов. Соответственно, это то, что страна была должна. Ну, а в наличности 65 миллиардов. Такая вот приятная история. Значит, 240 по оценке Янащенко тонн золота, мне кажется, золота было меньше. Мне кажется, что золото к концу года было 150 тонн. Чтобы его продавать, чтобы платить какой-то имени. Вот это вот та вот ситуация, которая, так сказать, нам реально, соответственно, досталась. Вот чем, значит, надо было вообще говоря в этот момент заниматься. Надо сказать, что вот, ну, знаете, такой старый анекдот, когда человек, вот, некий мужчина не спит, ходит по квартире, мучается, 5 утра, и мужчина говорит, что ты мучаешься, я должен соседу 100 рублей. Она говорит, это не вопрос, она звонит, говорит, Вася, тебе колен должен 100 рублей, он тебе не отдаст. Я говорю, пускай он не спит. Во многом, это, конечно, было наше поведение в 92-м году, потому что, в общем, платить нам было нечем, честно говоря. И мы так выбрали для себя тактику, что мы, там были разные варианты действий, значит, в общем, я сейчас расскажу, почему мы взяли долг на себя, прежде всего, но, значит, главное, что мы, в общем, мы поставили для себя планку с самого начала, что мы будем платить, потому что мы посчитали немножко, сколько прилично, сколько кому нужно, сколько, в общем, можно как-то продолжать отношения и брать еще дальше кредиты, и, значит, мы платили, у нас была планка 380 миллионов в квартал, ну, и реально мы заплатили по 2 миллиарда долларов вместо 87, которые нам достались. Остальные деньги мы, остальные мы все реструктурирули, сначала под Парижским клубом, потом это уже я готовил, потом позже уже в середине 90-х годов подлоги все клубы, готовшие фирмы территория, которые тоже давали деньги. Вот, теперь я хотел бы сказать, тоже такой упрек частный, взяли на себя Советский долг. Значит, когда мы пришли, ну, там был долг СССР, 8 миллиардов, долг Советского Союза. Мы там стали считать, сколько на нас в нашу сторону приходится, вообще, говоря, Россия приходилось, как мы считали, сначала было об этом договориться, мы считали, что приходилось 61%. Вот, это вот, но уже к тому времени, когда мы пришли, правительство и явлинские со стороны, значит, вот, между МЭКа, они подписали уже договор о солидарной ответственности. То есть, что все реструкты платят в общий котел, скидывают потенциально вот свои доли, сколько-то процентов на Россию, и дальше потом платят на Запад. Вот, но отличается ли да, то есть, если вообще денег не хватает, то любая страна может быть наказывана. То есть, в такой ситуации, когда не платит никто, то, естественно, кого мы уже наказывали, доказывать, может только Россию. Поэтому, де-факто, мы сразу поняли быстро, что фактически солидарная ответственность в этих условиях это долг уже взят на Россию. Потому что остальные а, платить не будут, б, санкций не принять никто не будет. Все равно будут санкции только на Россию. Вместе с тем, если мы возьмем долг на себя официально, это отходит анонтикапитал, мы сможем обсуждать реструктуризацию. в общем, ну вот как по результату, я считаю, что мы приняли все это верное решение. Во-первых, мы получили все долги нам, какие бы они ни были, так и не существовали. Что-то получалось, мы получили имущество вот за рубежом. И мы действительно сумели достичь условий по реструктуризации, которые были, наоборот, очень даже хороши. Условия, которые получили мы, они, в общем, эгивалентные условия больше. Мы советовали с поляками, с поляцировищем очень много, я разговаривал. И вот в результате мы заплатили в 90-м году, когда я работал, мы заплатили по 2 миллиарда долларов вместо 8,7, уже после отсрочек, которые были получены. А так, по 1,5 из 20 миллиардов, и вообще нам было заплатить. И вот, честно говоря, я не думал, что кто-то что-то делал кто-то так бы, как бы, по-другому. И вот это была литератическая работа, которая первые 10 месяцев на самом деле отнимала холостальное количество сил, а второе дело было те реформы основные, еще не утомилось, ничего такого повреждения, все нормально. Ну, как я уже сказал, мои главные направления, потому что я отвечал, была приезжая реализация вещной торговой. Я был в Австрии, и когда мне в Гайдах позвонил, вот моя жена, кто здесь присутствует, вызвала телефон, потом прибежал я, и мне было сказано, что меня министром назначали, но я должен приехать в Москву с указом о реализации вещной торговой. Ну, у меня диалоги вся была, я написал указ, прилетел в Москву, вот, потом нашел Борю Федорова, который уже был министром, у него был бюджетчик, опыт большой, и он мне отредактировал этот указ, с лежанием он оставил, но вот, он не так вот, чисто бюджетчик, он его, так сказать, причесал, и 15 ноября Ельцин этот указ написал. Ну, в общем, в этом указе шла речь о фундаментальном, полном изменении механизма внешней торговли. В СССР, опять же, кто знает, кто не знает, была не просто монополия внешней торговли, была монополия министерства внешней торговли. Внешней торговлей занимались только организацией МВС. Ну, там, почему, был, ГКНТ еще был, ну, не ГКНТ, а ГКС еще был, который там боинкой занимался. Но, в целом, так ли, чем можно говорить грубо, весь экспорт-импорт полностью, на 100%, классические модели, в Кирбачеве тоже стало засыпаться, полностью централизован. Все через кешторговое ведение, соответственно, идет. Вот. И, опять же, эта система могла бы как-то работать, когда в стране более-менее какой-то порядок. Но, когда уже порядка нет, когда границы рассыпаются, когда нет валютного контроля, реально предприятия стали получать право на экспорт, какие-то разрешения экспорта, экспортные квоты, там, лицензии. В момент, когда уже нас пригласили, реально формально, в общем, работал в целом централизованный механизм, а реально уже экспортировали многие другие. При этом полное отсутствие любых экспортных тарифов, импортных пошлин. Вот. Учитывая, что государство забирало деньги, и все это понимали, конечно, что оно падает со счетов, я не знаю, Нечаев расстался, до счастливой стойки, он валюту делил. В общем, мы с Нечаевым были поставлены кайдаром делить валюту. Вот это тяжелейшее дело, потому что, понимаете, приходят губернаторы, приходят, значит, гелетархозаводов, у них деньги, вообще на счетах лежат какие-то, а их уже нету денег. Они потраченные. И дальше, вот, 106, надо как-то делить. И у всех, это больницы, это лекарства, это такая тяжелая дела. Нечаево больше, наверное, чем мне делить, он так, более, как это он склонен был. Вот, но это вот каждый раз, значит, опять же, надо же вот реформой заниматься. Тут 20 часов, 20 часов, так продолжается, с утра до поздня и вечера, седание валютно-экономической комиссии правительства. Формальный галитар, я вообще не ходил никогда, он нам поручал, мы там уже между собой делили. Обычно, в трех раз, как два Нечаев, один раз, я делил, значит, хотя, действительно, правил на них нет, тяжело очень. Но предприятия понимали, что деньги все забираются, поэтому деньги просто не возвращали. Вот, по нашим оценкам, опять же, мы стали думать, как вот, где деньги есть, по нашим оценкам, к войне 92-го года на предприятиях на счетах, нелегально, уж не имели права, но нелегально на счетах предприятий за рубежом лежало 5-5 миллиардов долларов. Еще миллиард, примерно, был на счетах граждан. То есть, деньги все равно утекали, которые не было. Дальше была, безусловная, конкуренция внутри страны за экспорт одного и того же. За 90-91 год экспортные цены на металлы, никель, алюминий, медь и на лесопродукты на наш экспорт упали на 30%, 20-30%, потому что сами забивали цены, сами депинговали, чтобы продать, никакой координации нет. И, в общем, уже было совершенно понятно, что вот эта система не работает, она кардинально меняет. Ну, и тот, в общем, никакой революции, мы сделали революцию, но идеологически это была очень простая система, мы сделали нормальную, общепринятую систему внешней торговли, где, в общем, каждый может торговать, так было сначала, каждый может продавать, каждый может покупать, но при этом есть экспортные дарифы, которые мы ввели с 1-го на 1-2-го года, и мы, опять же, мы успели написать, мы в целом уже до этого прикидывали, какие они могут быть. Это огромная техническая работа, понимаете, что вот просто по всем рестантам, пытаться продлить правильный тариф, чтобы не было своих прибыли, чтобы как бы держать баланс между внутренним потреблением и экспортом, это очень тяжело, но мы это, в общем, сделали, безусловно, с потерями, у нас в инвалиде на стороне все стояло, потому что тарифы бы не угадывали, где-то было неправильно, вот, но к лету все, в общем, было, как бы уже вполне все это заработало, вот, и, ну, я могу сказать, что только там, чем можно, я, честно говоря, в этом смысле мало нареканий слышу в свой адрес, но, надо сказать, что Советский Союз был очень экономикой закрытый, в СССР доля внешней торговли в ВВП составляла чуть больше 3%, вот, я когда лекции считал, что 80-70-х из меня это годы, там официально говорили цифры 10-11, но вот сейчас, вот, мы посчитали, я попросил, чтобы меня подняли цифры, как мне это сейчас считать сейчас, значит, 3,5% внешней торговли к ВВП в Советском Союзе, вот, сейчас, как вы знаете, 40, то есть, ССР была совершенно закрытой системой, и, вот, ибо-то, как бы, так бы не было, вот, сейчас совершенно другая, и, безусловно, я еще раз повторяю, что переход к этой системе от того, что было, тоже вызывал, безусловно, исключения, и демпинг, и так далее, потому что не было действительно ничего, и границ еще не было, но, в целом, мне кажется, что эта система, которая была создана тогда, она, в целом, безусловно, себя оправдала, и, вообще, это тоже очень интересно, что, я тоже очень много слышу, слов о разграблении, там, разграбили, утащили, интересно, что доля, вот, нефти и нефтепродуктов, в нашем экспорте, очень стабильна, она, как бы была, в процентах 50, так она и лежала, в чем 30 лет, сейчас, например, стало уже больше, в 2010 году, 64% о нефти и нефтепродуктов, уже, но в целом, фундаментальных изменений не было, вот, и надо сказать, что вот даже вот эти реформы, которые мы делали, тогда, кстати, тоже было ужасное количество криков и визгов, потому что, кого-то, кого-то, экспертный тариф платить, вот, импортный тариф мы готовы были ввести, с первого, с середины года, но считывая, что рынок был пустой, и была, значит, прежде чем наполнение рынка, импортный тариф мы отложили до 93-го года введения, а там я уже ушел в строительство, и выводили уже без меня, вот, я мог бы отвечать на вопросы какие-то в этой системе, если будут такие вопросы, но в целом, тут мне кажется, что, вот, и дальше мы ввели некие механизмы, которые гарантировали нас получение валюты, вот, вот, нас тоже обвиняют, там, в либерал, не говорят, что мы недостаточно либералы, не говорят, что мы слишком либералы, вот, я уже не знаю, там, либерал мы или нет, но, мы придумали, я придумал и ввел обязательную продажу валюты, вот, ну, в принципе, наши, так сказать, многие, экономисты были против, считают, что это очень нелиберальная мера, вот, в частности, у меня небезызвестный Джеффри Сакс говорил, что в жизни не отмените, будет 10 лет потом, вот, но мы, так сказать, я введу, я и отменю, я отменить не сумел, мы ввели обязательную продажу валютной выручки, причем 40% по специальному курсу, вот, который действовал до 1 июля, а 10% на своем аренде, ну, я считал, что надо создать механизмы торговли, надо подталкивать, при этом торговать, чтобы они учились торговать, на эту площадку создать, создали МВБ, вот, за счет этого, и, в общем, к июлю, 1 июля 92-го года, резервы уже были, 20 миллиардов долларов, они считают миллионов, быстренько так, вот, еще, причем, миллиард, еще и уже из этих резервов, мы забрали на критический импорт, то есть, вот, совершенно другая, совершенно другая история, вот, точно там же случилось, вот, с рынками, с потреблением, когда, в общем, быстро появились товары, хотя и очень дорого, вот, но, точно так же, достаточно быстро, кардинально изменена ситуация с валютой, в общем, конечно, мы там, по-прежнему, платили, очень мало, вот, резервы стали, ну, сейчас вы знаете, что резервы уже там за 500 миллиардов долларов, стали, соответственно, нам бы эти резервы, тогда, думаю, что мы еще долго поработали, вот, соответственно, ну, было то, что было, и, вот, опять же, вот эти меры, я говорил уже о том, что, уже к концу 80-х годов, такое обвальное падение советской экономики, ну, тоже интересно, что последняя пятилетка, при, 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 по всем оценкам, производительство туда не выросло вообще, ноль, был, вот, и, да, я, конечно, еще одну вещь забыл сказать, очень важным было, конечно, не только, что вот становилось плохо, а то, что именно 70-х годов стало расти отставание от Запада, что было фундиментальным для вот ощущения того, что нужна реформа, и вот разрыв между Америкой, вообще Россия очень стабильное место в мире сейчас занимала, в 13-м году Россия была пятой экономикой в мире, она была примерно шестой перед приходом Горбачева, то есть вообще очень стабильная история, вот разрыв стал, безусловно, быстро раздеть, вот, но так, гляньче, когда зависит, типа экспорт-импорт, в 90-м году, вот оценки разные, но вот, потому что сейчас принято считать, принято считать, что в 91-м году, когда мы в конце года пришли, экспорт упал за год на 32%, экспорт на 32%, импорт на 62%, вот, ну, быть, то есть, мою уже за год мы полностью остановили продвижение экспорта импорта. Здесь последняя тема, которой я занимался, эта тема называется, кривизируемая рубль. Вот, опять же, вот, вы молодые люди не знают, но, значит, вот, была в 88-м статья, согласно которой нельзя покупать продвижение валюты, это уголовное дело, с последствиями, плюс до высшей меры наказания, вы знаете, известная история, вот, мы стали товарищи по университету, которые хорошо выразили эту историю, да, 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 Рокотов, Кабишенко, высшая мера, за торговлю валютой, пошел вот в обменный пункт частный, купил валюту, тебя взяли, и потом высшую меру, думаешь, за это получить, за торговлю валютой. Такая очень гуманная экономическая система. Вот, значит, ну, ладно, так, в уголовном правиле, значит, предприятия тоже не имели права валюту иметь, значит, всю валюту, которую получаешь, на экспорт, должен продать государство, должен продать государство, по разным курсам, причем, чем дальше советская власть жила, тем больше этих курсов становилось. Вот, их были тысячи уже курсов, тысячи разных курсов. И почему этот курс, это тоже предмет торга. Побежал в Минфин, убедил, что твой товар самый важный, где один курс, импорт, другой курс, и так далее, значит, ну, даже когда же мы ввели единый курс там, ну, единый курс я не появился 1 июля, 1992 года, но когда вот мы ввели, вообще, курс ЦБ, который уже на бирже существовал, то вот, в первом полугодии 1992 года медикаменты импортировались в 8 раз дешевле, чем этот курс. Соответственно, предметы потребления в целом в 10 раз, а продукция машиностокомплектующего в 60 раз. Вот, по обстоятельности, это непонятно. Поэтому идея, корректированная рубля, была совершенно естественная, и вот, собственно, я не сомневался в том, что это надо делать. Будет единый курс, не будет никакого курса, и не будет курса назначенного, значит тоже, что был официальный курс 60 копеек за рубль, и на улице Горького, Тверской нынешней, может было купить за 3 рубля за рубль, за 3 рубля, это сколько-то еще. Ну вот, но в ДД единого курса, свободная и обильная валюта, то, что сейчас, конечно, совершенно естественное, пошел, купил доллар, продал доллар. Мы стали все дело надырять. Это был тоже указ на мой написанный, полностью, я уже был готов, я уже писал его сам, с помощью глазера, мы его написали, этот указ, и дальше надо было объяснить его широким массам руководящей общественности, Минфину, Центральному банку, и так далее. Мы часто говорим о том, как можно делать реформы, вот если вы абсолютно не уверены в том, что вы делаете, вот на секунду вы колеблитесь, то вас как-то убедят, что вы идиот. Я пришел с этим докладом, это был самый конец ноября 2011 года, мы собрали тогда, собрали руководителей Минфина СССР, в то время еще существовавшего, и нашего собственного Минфина Российской Федерации. Я им зачитал содержание указа, где, в общем, то, что вы сейчас слышали, единый курс, который поделяется на основе спроса и предложения. Можно, конечно, интервенции делать, про это еще не говорили, Центрального банка. Свободная продажа валюты, ну и так далее. Все, что мы сегодня имеем. То есть, карантируемая земля по текущим операциям. То есть, только для того, чтобы, если ты хочешь валюты купить, должен предвидеть, что это для цели импорта. А так, значит, все остальное, это свободная валюта, контроль и так далее. Вот. Ну, я вот сидел там, мне было 36 лет, я был намного моложе всех, кто был в этой комнате, там 12-е дело. И они, значит, на меня как на идиотах смотрели, потому что это быть не может. Вот не может быть интервью, не может быть, это невозможно. И вот, значит, я это совещание там провел, вот они там что-то вопрос задавали. Когда мы уже закончили, значит, один заместитель министра Российской Федерации, они говорят, я говорю, так все понятно? Он говорит, все, тут один вопрос только. Да, а куст какой будет? Цель-то какая? Это вот реальная история. А потом я пошел тем же самым, то же самое я пошел в Верховный Совет. Вот, значит, вот вышел на трибуну, он так же как здесь, значит, все это сказал. Ну, они тоже думали, что мы городские сумасшедшие, в общем-то. И я все это сказал, знаете, там смех в зале, соответственно, там, что-то. Я говорю, что, собственно, такое? И вот стоит доктор наук, известный человек, говорит, ну, мы совсем идиот, подачек. Я говорю, что, говорит, что, вот можем пойти, вот отдал рубли, купил доллары? Я говорю, да, в каждом обменном пункте Москве. В Москве будет куча обменных пунктов. Может быть, пойти, отдать рубли, купить доллары? Он говорит, ну, шлумасшедший, долларов не хватит. Вот это, это, и вы знаете, когда вы это слушаете, вы это слушаете, это реально маэстовое. Дальше они писали бумагу Ельцину, тем же самым мыслью, что долларов не хватит, не придал в курсе. Соответственно, и вы когда это слушаете, они все взрослые, а не заместитель министров. Я вообще старший там еще сотрудник, значит, что в то время чисто и правда. Значит, я вот, хоть у меня там много публикаций за рубежом, к тому времени уже было десятки, но все-таки я, так сказать, как бы, глимические ученые, может, я что-то не понимаю, они дойти за материалы, замминистра, начать департаментом. Вот если вот на сегодня, я не знаю, как на идиоты. Вот такая мысль, может, это не идиоты. Мужчина может, что он сумасшедший, он при этом будет, может этого быть, нельзя сделать никогда. Вот очень важный, мне кажется, смысл экономического образования, потому что некоторые вещи, вы понимаете, что другого быть не может. Но не может быть, не может быть множественных курсов, не может быть. Не может. И свободная, грешняя торговля должна быть не монополией государства, а вообще, когда свободной, и кто хочет, капитал. И это вот то, что как с этим мы сделали. Две недели назад Нечаев в этой аудитории объединял в обрушении цен на нефть шейха Ямани. При этом Ямани якобы увеличил добычу с подачи США. Те пугали Саудовского района судьбой Афганистана. Вы говорите, что США на решение Саудовского района повлиять не могли. В ходе совместной работы в правительстве вы также по-разному оценивали причины падения нефтяных цен. Много ли вообще было в вашей командовстве разных оценок по другим вопросам? У нас было много разных оценок по разным вопросам. Мы, значит, спорили и, значит, по разным пунктам. Более того, люди разные, кто-то больше склонен признаете ошибки. И у нас были очень тяжелые споры. Например, вот я, тут, значит, желающий меня похвалить Илларионов написал, что я, вопреки воле Гайдара, вел единый валютный курс. Я просил его не писать такой, потому что это неправда. Все, что мы делали, делал, делал мы точно к решению Гайдара. И, опять же, более разное точное зрение. Я действительно, Мичаев там в интервью нам рассказывал о том, что далеко не все наши коллеги, истерики. Сейчас это принципиально. Но, это были точные зрения, что, давайте еще на полгода позже его ведем, ничего не случится. Зато политическое, такое давление, которое мы выдерживали по поводу единого курса, оно было колоссальным. И оно падало на Ельцина, что этим можно как-то пожертвовать. Вот мы и так шли на разные компромиссы, соответственно, но вот я, жертвовать был не готов к единому курсу. Но это, на эту тему, тоже были споры. Потому что, вот это реально, вот вы видите, мои возможности вот с 1 июля начать наказывать, забирать, вот единый курс, все, другого нет. Указ президента выпущен. А другая, я, конечно, помню, как я в конце лета 1992 года поругался с Каданником, потому что АвтоВАЗ там, по комплектующим привык получать вот там специальный валют в большое предприятие, вот, и они там всегда имели специальные курсы. То есть они покупали валюту дешевле, чем она стоила во всей стране. И, соответственно, вот я, я с АвтоВАЗом много лет работал, консультантом там был, вот, и деньги получал, и я наставил, что хотите дать деньги АвтоВАЗу, Минфин, дайте, пожалуйста, но только не через курс. Вот, и, конечно, в Министерстве финансов было легче, чтобы через курс, чем деньги с бюджета выдавать, в явном виде. Поэтому, конечно, были разные точки зрения, безусловно. Ну, естественно, у нас было три семьи, также, может быть, я освобожу Андрея о чтении других вопросов. Я считаю, что у нас было три семьи, я вот легко отношусь признанию своих ошибок, потому что вот моя жизнь, уже особенно потом, после правительства в банке, показала, что только тот, кто ничего не делает, не ошибается. Если вы деньги не потеряли, раз пять, то вы их никогда не заработаете. И люди ошибаются, люди дают неправильные кредиты, неправильные цели, это риски, принимают неправильные решения. Это совершенно естественно. Вот, паническая боязнь ошибиться довела правительство Горбачева туда, куда она привела страну. Надо было что-то делать, вот, возможности. Поэтому я, когда отношусь к этому спокойно, я считаю, что у нас были, безусловно, серьезные ошибки. Вот, первые ошибки, я бы сказал, это ошибки сопровождения. Вот, это вот то, что касается, прежде всего, институциональных реформ и институтов, которыми мы занимались медленно. Часто, если это касается, прежде всего, судебной системы. На самом деле, вот, мы стали экономикой заниматься, но реформа судебной системы уже тогда была важнее. или минимум, она также важна. Мы не занимаемся этим вообще. Пропаганда. Мы, конечно, ничего никому не объясняли. Вот, у нас в Министре пропаганды было полтора, вот, значит, я, считаю, его книжку почитали. Такой, такой, реальный бред сумасшедшего, вот, но такой, убедительно написанный, но я много ссылаюсь за такое. Дизайн, я вот слово наиболее узнал от него, то есть, это интересные слова какие-то новые, узнаешь. Вот, он с самого начала был абсолютным противником всего, чем мы делаем. Вот, это первое. Второе, он там пытался себя стать начальником, там, премьером, или там, что-то еще. Вот, он начался пропагандой. Поэтому, это просто, так сказать, пятая колонна, и вот это сопровождение тоже, это было, конечно, фундаментально важно. То, что, в общем, не объясняли, и не верят на себя. Это первое. Ну, там, где ошибки чисто практические, на мой взгляд, это вот социальная сфера, это то, что мы не начали пенсионную реформу, никак, не запустили, и вообще ничего не сделали со здравоохранением, и до сих пор живем с этим здравоохранением, страна, на самом деле, и так далее. Вот, ну, и отдельная тема приватизации, тут я имею свое собственное мнение, которое не нас высказало, речься по залоговым акционам. Вот, но это все одно, а самое главное, как мне кажется, наша ошибка, фундаментальная наша ошибка, это то, что мы не стали заниматься политикой. Вот, и у нас, мы действительно, если вот, аргумент Чубайса, сейчас, который он высказывает, в том числе, интервью нам с Кохом, мы имели длинную дискуссию на этой земле, где у нас совершенно разные точки зрения. Чубайс говорит, что у нас в политический вес единица, единица на 99. Поэтому, пытаться сформировать некую независимую от единицы на силу было невозможно. Вот, это, с одной стороны, правильно, а с другой стороны, нет. Значит, я думаю, что, значит, уже осенью, 92-го года, во-первых, у нас были в руках действительно все речи управления экономикой. Это была экономика, которую мы настраивали, правила, которые в жизни мы написали. Вот, и бизнес было достаточно трудно в тот момент, еще осенью, уже через полгода даже было легче. То есть мы ничего-то могли. А главное, что, наверное, если бы мы создали независимую оппозицию, действительно либеральную оппозицию, они нашли многочисленные уступки, скорее всего, у нас бы правительство управили осенью 92-го года, летом или осенью. Ну, вытянули бы нас не в январе, не в декабре 92-го года, а вытянули бы нас там в августе или в сентябре. Ничего страшного бы не случилось, на мой взгляд. Но мы бы ушли, вообще говоря, сохранив своими себя, как партнерных либералов. Вместо этого мы бы пошли на очень многие компромиссы, которые сильно скредитировали либеральную идею. Я, можно сказать, что я сам сделал такую ошибку, из которой до сих пор переживаю. я поддался давлению администрации президента и ввел институт спецэкспортера. До 93-го года мог кто угодно продавать все, что угодно. Но начались крики разворованной страны, соответственно, и появилась такая благая идея, чтобы так называли статистические товары. Нет, мельчинопродукты, газ, металлы продавали только специально полномочия на это предприятие, на которые должны получать лицензию в нашем министерстве. Квоты нет, это квоты в самой экспорте. Кто имеет право вообще осуществлять, они получали лицензию на право членящих коммерческих действий в этом направлении. И на меня давил Кремль, в лице наиболее известных представителей с одной стороны с другой стороны собственного министерства. Наши сотрудники очень хотели получить право назначать тех, кто может в этом участвовать. Такая чистая коррупция, на самом деле. И я на это согласился. Я сказал с того, что если я там был давлением очень сильно, я считал, что если я сейчас откажусь, я уже понимал, что меня они выкинут из правительства, потому что Кремль хочет, чтобы это было. Я согласился, но у меня было главное соображение, тактическое. Так как это касалось нефтенецепродуктов, газа и металлов, их объемы, особенно по нефтенецепродуктам, ограничены не правилами экспорта, а оптическим объемом трубы, практически, по сути дела, к тому моменту и портов. И я понимал, что экспортеры реально экспорт не уменьшат. Для меня это самое главное. Просто это прибыль перераспределяется и взятки будут платиться. Но я считал, что бог с ним, пускай платятся взятки, пускай прибыль для экспортеров, потому что в принципе экспорт будет такой же. Сколько вывозили, сколько я буду вывозить. Я считал, что была ошибка, потому что я показал, что я готов идти на фундиментальные выступки. Это важная выступка. Это совершенно нелиберальная мера. И я показал, что я готов на это идти. И вот этим самым задал вектор соглашательства в какой-то степени. Вот этот вот вектор, нас бы выкинули в правительство действительно и Чубайса, и Гайдара, и меня, и Мечаева, скорее всего, если бы мы стали гать свою политическую игру. Осень 92-го года. Тем не менее, я считаю, что мы бы задали правильный вектор. И думаю, что тогда, через какое-то время, можно было бы формировать реальную либеральную власть, реальную либеральную партию, а вместо этим все либеральные экономисты полностью себя с властью ассоциировали. И все, что власть творила, от войны в Чечне до чего угодно, либералы поддерживали. Одобряли полностью, были либералы с властью, и этим себя полностью дискредитировали. Эти не одобряли войну в Чечне. Да, за кого в 1996 году второй съезд проголосовал? Ведь не надо так сказать историю. Ладно? Ну, хорошо помню, кто что одобрял, кто что не одобрял. Вот. Вот. И так далее. Много чего одобряли. Одобряли много чего. Поэтому вот, я считаю, что в тот момент значит, надо было думать. Это, кстати, был настойчивый совет нам, Клауса и Булацеровича. Булацерович специально приехал в декабре месяца. Мы сейчас в Старем, Гайдалья и он был на самом деле вечером. И он сказал, что если вы сейчас от Ельцина не дистанцируетесь, что он не либерал, и Ельцин, так сказать, выдал его инструмент реформ, если вы от Ельцина сейчас не отойдете, вам год всем хана, ничего делать не сможете. И то же самое говорил Клаус, который создал фундиментальная, как мне кажется, наша ошибка, даже отсутствие попытки, она бы не получилась. Эта попытка была бы, считай, на провал. Но отсутствие этой попытки в цитическом плане, мне кажется, это большая, большая наша ошибка. Мы предали бы тогда тактически выиграть статистически. То, что сейчас слово либерал стало ругательным, это, как мне кажется, во многом следствие соглашательства с властью, которое и возложение на либералов. У нас не было идеальной либеральной экономики. Я написал статью в 1999 году в Комерсанте. Если кому интересно, можете почитать, она легко ищется в интернете. Именно проект. У нас никогда не было либеральной экономики. Если у нас есть проблемы, то, что экономика не либеральная, а не на варь. Насколько взаимодействия с силовиками определили ход реформы и как эти элиты относились к либеральному и к правительству города Италия? Ну, значит, в целом силовики относились плохо. Потому что это традиционная советская силовая элита. Конечно, ей это в целом не нравилось. Хотя внутри разведки, например, были, конечно, безусловно, меняемые люди, кто-то мы знали и так далее. Но в целом это очень плохо. Когда я говорю слово независимой политической позиции, я в том числе говорю и борьба за власть. Я думаю, что если бы мы пытались построить отношения с силовиками как-то, пытались как-то контролировать, это была бы совершенно другая жизнь. Если бы мы тогда понимали, я считаю, что если в Чубахе был министром водных дел и обязательным ФСБ, то это было значительно болезней, чем у нас приватизация. Потому что это дело более важное, как оказалось, в длинных для страны. Мы с силовиками общались мало, они написали доносы постоянные. Меня Баранников обвинял, потому что я один всех разведок по очереди. Меня родственников находили за границей, брат нашли где-то, хотя вообще единственные в семье, как я считал в этом случае. И так далее. Поэтому они, безусловно, писали постоянные доносы, мы им были социально не близки. И это, безусловно, собирало, ну я скажу честно, что я подавлением силовиков, в том числе Каджакова, и решение спецэкспортера они продавливали, собственно. Потому что тут же появились какие-то организации с ними связанные, спецэкспортеры, спецэкспортеры, это же их слово, спецоперация спецэкспортера. Поэтому отношения, и то, что мы не пытались, ну не пытались вообще это, мы не пытались дальше заниматься политикой, мы не пытались стягать во власть. И вот это вот самая главная наша детскость была именно в этом. Мы пришли как чисто технические эксперты в стране, которая нуждалась в фундиментальных либеральных реформах, не только экономичестве. В результате либеральных реформ не было не только экономичных, но и других, хотя какие-то элементы либерализма, конечно, были. Экономика стала значительно более свободной, чем она была до этого. И жизнь стала значительно более свободной либерального мира, мы не создали силники во многом, были этого причины. Я ответил? Да, спасибо. И был еще второй вопрос из другой темы, это про золото партии, куда она делась, почему было закончено сотрудничество с агентством КРОЛ, и последний вопрос, как это связано, если это связано с тем, что КРОЛ в середине 2000-х работал на альфа-группу. Сейчас работаю. С Мегафон. Значит, ну, давай я разговариваю сначала, значит, ну, нам КРОЛ привезли, привели разведчики, СВРовцы, значит, это была инициатива, даже, по-моему, их, а не Гайдара, и мы были в Визитном, мы были в Испании, и нам там, значит, вот, резидент в Испании, приехал какой-то еще резидент, и нам привезли этого Джула КРОЛа, вот, это, поэтому, по-моему, была инициатива, как мы придумали, которая, значит, сказали, что это мы найдем золотую партию, столько разговоров этого золотой партии. В России они на первые полгода то ли миллион, то ли полтора долларов, соответственно. Ну, золотой партии, мы там, мы тоже, в общем, жили в мифе, может, какое-то золото где-то лежит, чего-то несколько частных счетов бывших советских министров, вот, но это было не наше, нам это мало было интересно, это вопрос для прокуратуры, я не помню, отдали ему туда что-то или нет, но все там было пустое, кроме счетов двух-трех советских министров лично, ничего там не было, вот это было все золотой партией, поэтому мы приходили с ними работать. Ну, с клонами мы познакомились, так это вопрос, я курировал, и я встречался с ними несколько раз, то я с ними познакомился, и когда, значит, уже я был в Альфе, действительно, я через тех же самых людей, мы их принимали в Альфе, то есть связь, безусловно, личная какая-то у нас возникла, ведь мы до сих пор их знаем, это достаточно профессиональное агентство, вот, и оно работает с большим количеством сейчас российских клиентов, у них офис в Москве, но золотопада они не нашли. А что говорить по поводу этого золота, и там самоубийство Кручин и кого-то еще, я, может, чего не понимаю, конечно, но, вот, в принципе, все было устроено следующим образом. Значит, на бумажке, без подписи, писал либо пресс-сурмина, либо региональный статист КПСС записку в внешне шконом банк, дать какую-то сумму денег туда-туда, или, может, кто-то еще писал, может, были еще полномочные люди, и по этим бумажкам выдавались 5 миллионов коммунистам Франции, там, 10 миллионов туда, там, 8 сюда, вот, значит, суммы, во-первых, совсем небольшие, и вот, представьте, сегодня кто-то вот большую сумму. А дальше, значит, во внешне шконом банке большой аппарат, там, и так далее. Представляешь, что кто-то какую-то миллиар Wenn You Want куда-то переведет в со sistemной бюрократе, это невозможно представить себе. В внешне шконом банку масса людей, значит, это будут знать десятки людей, вот, на как минимум десяток будет знать о большой переводе, откуда-то куда, внешне шконом банку куда-то еще. То же самое связано с объединениями нашего правительства, что мы там укрыли позже, деньги МВФ какие-то ушли. Ну вот как можно украсить наш МВФ, я бы хотел, чтобы кто-то объяснил, но не очень понимаю. Приходят деньги на счета финансового центрального банка, как его можно украсить, кому это, как это можно сделать технически. Ну это вот, к сожалению, такие вот, я попробовал сказать. Спасибо. Какие реформы сейчас нужно проводить, как вы относитесь к действующему правительству? Значит, я с огромным симпатией, так что здесь еще проедет. А что касается реформ, то я еще хочу повторить, что доля страны рождаются в мировых экономических реформах, в которых они не либеральны, со всех точек зрения. Доля мелкого среднего бизнеса в ВВП 17%. Когда мы говорим сегодня об уходе от интенсивной зависимости, это можно сделать только развитием мелкого среднего бизнеса. Только так происходит диверсификация. Дигантские корпорации ее, как правило, не диверсифицируют. Вот. Ну и так далее и тому подобное. В зависимости от государства, в наших условиях ужасно большая, суперконцентрация, все такое прочее. Экономика не либеральная, она даже становится свободной. Вот, собственно, в этой либерализации надо ставить более частный. Ну, если вы говорите о банках, конечно, для меня больной вопрос. Доминировать у страстных банков на рынке и так далее. Вот. Это все очень ясное. Огромная доля средств, которые проходят через бюджет. Сегодня наше расширенное правительство опять раздает больше 30%. Серьезно больше 30% ВВП через бюджет расширенного правительства. Ну и так далее. Нам надо существенно рекомендую либерализовать. Это было нужно в 91-м году, это нужно сейчас опять только все.